Доброе утро, Красноярск! Здравствуйте, студия! Сегодня я с утра пораньше решил заняться здоровьем и подсолить вирусу гриппа, зиги и, прости господи, кого еще? И сейчас мы находимся в солевой комнате вместе с руководителем этого соляного царства-государства, директором Павел Кормилец. Доброе утро, Павел! Доброе утро! Расскажите, пожалуйста, это что за соль и с Иркутска привезенная она? Так и есть, это соль Тырицкая, с Тырицкого месторождения. Вообще у нас в стране есть главная организация по голотерапии, это Санкт-Петербургский институт профилактической медицины. Они для обустройства голокамеры рекомендуют три месторождения, это Тырицкая, Артемовская и Елецкая. Но это какие-то горы, да? Ну, вообще вся каменная соль, это так или иначе остатки древних морей. Ну да, это горы. То есть можно сказать, что мы сейчас сидим где-нибудь на берегу древнего какого-то моря, древнекарского, древнебайкальского? Ну, по сути, да. Самое, что интересно, голокамеры очень часто сравнивают по действию с морским воздухом. По сути, это так и есть. Единственное отличие в том, что мы все-таки в Сибири живем, и у нас большая часть времени — это отрицательные температуры. И если мы стали бы распылять соль во влажной среде, ну, то есть так же, как и на море, то, выходя из голокамеры, можно было очень сильно бы себе навредить. А сухой воздух? Здесь воздух абсолютно сухой, более того, соль сама его держит на уровне влажности 20-30%. Вот. И это достаточно безопасно для человека вот в наших сибирских условиях. Ну, тут у вас игрушки, я себе присмотрел, так вот, да, занял руки, то есть и детям можно. И вот так вот, как я, в одежде приходить, ничего не пересолится, ничего не засорится. Игрушки, да, у нас для ребятишек, у нас основные клиенты — это дети до 7 лет, естественно, с родителями. Мы обустроили действительно солевую песочницу, здесь вот, к сожалению, показать этого невозможно, но соль теплая, то есть она подогревается. Вот. Просолиться до какого-то критичного состояния здесь, в принципе, невозможно. Единственное, что когда дети играют, они, конечно, всю эту соль вверх поднимают, вот, и периодически, вот, вода течет, это естественная реальность. Переизбытка никакого нет. Вообще в солевых комнатах можно жить, то есть это как элемент здорового образа жизни. То есть можно так и навести себе тоже иркутской соли и нахлобучить? Теоретически можно, но есть такой, есть один момент очень важный. Основная часть солевых комнат — это галогенераторы, то есть это специальные приборы, которые распыляют не просто соль в воздух, а очень мелкодисперсную фракцию. Сейчас принято использовать препарат аэроголит для распыления. Это соль, размолотая на жаровых мельницах до размера частиц 1-2 микрона. Причем вот мы под микроскопом мерили в институте биофизики. Там, да, так и есть, без обмана. Очень-очень мелкая соль. Она очень глубоко проникает до самых альвеол. И помимо различных эффектов, таких как противовоспалительный, антибактериальный и увеличение выведения мокроты мерзательным эпителем, еще вызывает эффект гипервентиляции. То есть дети здесь, привыкшие к кислороду, они тут носятся, вот у них щеки красные, а взрослые засыпают. Спасибо большое, Павел. Я напомню, что мы сегодня занимаемся с утра пораньше здоровьем. Заглянули в соляную комнату и о том, сколько раз посещать можно солевую комнату. Помимо того, что здесь можно жить. Может быть, кому-то и не стоит сюда лишний раз приходить, чтобы не злоупотреблять. Вот Дмитрий Кудько, оператор, уже пощупывает соль. Не сыпь мне соль на рану, говорю я тебе, Дмитрий, и передаю слово Александру и Север. Саша, не потерял ли ты нашу гвоздичку эфира, наши анютины глазки утреннего кофе, нашу пенку будничного капучино? О ком это интересно, Антон говорит. У нас вот наша утренняя гвоздичка здесь находится. Но я понимаю, о ком он говорит, Марину Иценку мы не потеряли. Она находится с нами тоже на прямой связи, чуть попозже появится в эфире.